Отлично, ну что ж, давайте начнем. Меня зовут Андрей Мирушкин, я руковожу компанией Гротек, буду в сегодняшнюю конференцию. Прежде чем предоставить слово первым выступающим, я напомню вам порядок и контекст работы. Ну и прежде всего я хочу поприветствовать вас этим таким достаточно солнечным осенним днем. Хочу сказать, что сегодня мы будем говорить о комплексных автоматизированных системах безопасности, системах управления данными, процессами, требованиями и принятием решений. То есть по сути мы будем говорить о системах верхнего уровня, с развитием которых и связывается сегодня главное ожидание. А главное ожидание в этой области это прежде всего обработка реакции в реальном времени на происходящее событие. Это объединение интеграции различных систем, это сквозные процессы, это уменьшение роли операторов, это развитие новых интерфейсов и это значительное повышение систем безопасности для бизнеса. Так, все это безусловно в этой тематике воплощена в полной мере и тематика цифровой трансформации. Так, и сегодня у нас с вами будет возможность в деталях обсудить современные и актуальные задачи, кейсы, требования. Так, программа будет построена у нас таким образом, что мы начнем с выступления Владимира Куделькина, генерального директора ЗАО «Интегра-ЭС», руководящего компанией, партнером нашей сегодняшней конференции. Так, дальше с Иваном Порошенковым из НИПИГАС мы обсудим актуальные задачи, касающиеся комплексных систем безопасности, ПСИМ, систем обработки информации и так далее. Поговорим с Федором Назаровым о внедрении автоматических процессов безопасности, то есть от движения от автоматизированных к автоматическим процессам. Так, и проведем достаточно разностороннюю дискуссию с представителями и выступающих, и приглашенных экспертов. Тайминг у нас с вами таков, что на каждое выступление отводится 20 минут, потом 10 минут мы его обсуждаем с вами, и я, как всегда, рассчитываю на то, что вы будете давать ваши вопросы и комментарии в чате, в том числе не дожидаясь завершения выступлений, для того, чтобы управлять направлением, направлять мысль докладчика, направление разговора и обозначать те вопросы, которые вам хотелось бы раскрыть полнее, прежде всего, исходя из ваших служебных задач и профессиональных интересов. Работать в таком стиле нам обычно удается довольно продуктивно, поэтому я действительно хотел бы, уважаемые участники, чтобы вы активно управляли нашим сегодняшним разговором. К вопросам, которые будут вызывать наибольшее внимание, чаще звучать, мы вернемся в наши дискуссии. Дискуссия начнется в 12.25 и в течение 50 минут я буду ее проводить вместе с вами. В 13.15 мы сегодня нашу работу завершим. Имейте в виду, что в дискуссии интересно тем, что мы отходим от ранее сделанных презентаций и обычно в этой связи получаем и инсайты, и очень интересный опыт, и имеем возможность критически осмысливать происходящее, либо прогнозировать ближайшее будущее. Так, я хотел бы попросить, да, мы работаем сегодня на платформе форума технологии безопасности. Напомню, что форум представляет из себя платформу для взаимодействия специалистов и руководителей в области безопасности и цифровой трансформации. По решению оргкомитета, принятому пять лет назад, мероприятие форума проводится в непрерывном режиме в течение года, ну и это делает форум действительно удобной платформой для специалистов и руководителей со всей страны, поскольку можно обсуждать, вот так как сегодня, важные профессиональные вопросы, обмениваться опытом, посылать сигналы представителям индустрии, поставщикам, проводить их предквалификацию, сообщать требования, так, и упрощать, безусловно, упрощать закупки и развивать горизонтальное взаимодействие, на которое сейчас значительный спрос по понятным причинам. Так, мы готовимся сейчас уже и к главным мероприятиям форума, то есть трехдневной насыщенной программе, которая открывается каждый февраль в Москве, это очные дни, так называемые оффлайновые события, члены оргкомитета, в которые входят представители федеральных органов исполнительной, законодательной власти, представители ассоциаций, ряда регионов и крупнейших компаний, представители оргкомитета уже активно готовятся к форуму, и вообще у нас весь график подготовки сдвинулся влево, и я могу сказать, что программа форума будет очного форума, обещает быть очень полезной, очень интересной, так мы видим, насколько сейчас много и проектов, инноваций в части регулирования, так и сколько интересного происходит в смежных областях. Так, я хочу спросить команду, есть ли у нас опрос, если есть опрос, пожалуйста, выводите его, да, вот он запущен. Уважаемые участники, я хотел бы попросить вас сообщить, какие темы достойны, на ваш взгляд, отдельной конференции, отметить это в предложенной вам анкете, так и таким образом поуправлять нашей деятельностью на уровне поддерживаемой отраслевой повестки. Итак, какие темы достойны отдельной конференции? Технологии искусственного интеллекта в системах безопасности, метрики для измерения эффективности комплексных систем безопасности, как использовать систему безопасности не только для обеспечения безопасности, ну и также укажите, пожалуйста, те темы, которые для вас важны, над которыми вы работаете, но которые в этом коротком списке отсутствуют. Так, мы будем рады в рабочем порядке с вами обсудить и уточнить стоящие перед вами задачи и посоветоваться относительно оптимального состава для обсуждения и обмена опытом по этим задачам. Так, также буду рад вашим рекомендациям относительно экспертов. Так, и когда будем работать сегодня, не забывайте также хвалить экспертов, если вам нравится, как они работают. Это очень важно, чтобы мы поддерживали рабочую позитивную обстановку сегодня, ну и каждый раз, когда мы встречаемся. Так, я вижу, что нужно, видимо, еще минутку подержать опрос на ваших экранах. Пожалуйста, те, кто еще не сообщил нам свое мнение, сделайте это. Пока я сообщу вам о том, что у нас сегодня ведется запись, запись будет опубликована, то есть мероприятие публичное, ссылка на запись появится на интернет-странице конференции. Там же вы обнаружите и ссылки на те материалы, которые сегодня вам будут представлены. Так, я не вижу информацию от агентства Monitor, но если есть... А, вот, есть все-таки. Мы с информационным подразделением компании Grotec условились о том, чтобы представлять наиболее подходящие тематики конференции и издания. И вот сегодня агентство Monitor хотел бы познакомить вас с изданием, которое называется Security and Safety Market in Russia. Такое название на английском, кстати говоря. Спасибо всем, кто принял участие в вопросе. Ссылка в чате на издание Monitor находится, и вы можете выбрать его, познакомиться с ним, либо выбрать другое профессиональное издание, свободное от рекламы, снабжающее вас и ваших ключевых руководителей, специалистов надежной информацией, информационной картиной месяца, без рекламы, в хорошем структурированном формате. Так что, пожалуйста, у агентства Monitor там более 70 изданий профессиональных в портфеле. Посмотрите, может быть, что-то еще вас заинтересует. Сейчас начинается подписка на следующий год, самое время. Ну что ж, приступим к работе. Итак, напоминаю, что партнером конференции является компания ZAO Integra S, и первым выступает ее руководитель Владимир Куделькин. Тема выступления – комплексная система безопасности на базе интеграционной платформы, цифровые двойники и системы принятия решений. Владимир Андреевич, приветствую. Добрый день. Всем привет. Да, здравствуйте. Вижу новый ракурс, интересно. Ну что ж, мы готовы. Так, будет показ экрана, насколько я понимаю, да? Да, включай. Так, ждем появления экрана. Я пока это происходит, скажу, что мне приятно, что Владимир Андреевич сегодня выступает именно с такой темой, потому что есть целый ряд фундаментальных технологий, технологий, которые не принадлежат эксклюзивно к безопасности, да, но с которыми связывают огромные выгоды, огромные эффекты. Так, эти технологии компании Integra.es разрабатываются и весьма органично объединяются в составе платформы, о которой мы будем говорить сегодня. Что делает эту платформу, применимой для широкого круга задач? Владимир Андреевич, прошу вас. Видим экран. Добрый день, всем. Значит, я вкратце сейчас расскажу идею, которую мы продвигаем. Моя фирма уже на 28-й год, и мы уже в 96-м году делали то, что, как я думаю, делает на сегодняшний день Германия. Ну, они на 27 лет отставили уже. Значит, мы занимаемся видеонаблюдением, естественно, да, нейроаналитиком. У нас на Крымском мосту 10 тысяч камер, только стоит на нейроаналитике и так далее. Но, кроме этого, мы занимаемся нейроаналитикой, принятием подготовки, обработки данных, принятием решений. Так сказать, нейро-4D-ГИС. Ну, сейчас пару слов скажу, что такое нейро-4D-ГИС и какие перспективы применения к созданию системы безопасности. Но это не только системы безопасности, это вообще цивилизация России и цивилизация планеты. Значит, идея в чем заключается? Значит, есть широта, долгота и высота над уровнем моря, это 3D. 3D есть ГИС и Гугл, панорама, горизонт и так далее. Если вы в Гугле или в Яндексе берете 4D-пробел ГИС мелкими буквами, то в Яндексе или в Гугле вы увидите две страницы первых. Это в основном будет интегра планеты, что 4D-ГИС запатентована в России. Значит, в чем заключается идея? Значит, во-первых, мы создали интеграционный 4D-ГИС, который позволяет создать объекты, привязав их к координатам времени, с датчиками устройства, соединения и так далее. И кроме этого мы, значит, добавили шкалу времени, и получилось у нас не только координаты, но и времени. Значит, дальше наш ГИС универсально, мы выбираем информацию в Гугл-ГИСа и дополняем себя. Дальше, мы создаем не фасады зданий, как там в Гугле, в Яндексе и так далее. Мы создаем цифровой план объекта, который... Подожди. Значит, на этом объекте расставляются все устройства до дома. Это пожарка, охранка, контроль доступа, инженерия и так далее. Так сказать, цифровой план объект. Следующие вопросы. Значит, мы также привязали видеоизображение к географическим координатам, и мы получили понятие видео не только с камеры, а видео данных координатов в пространстве времени. Если брать, так сказать, каким образом мы это достигли? Мы наложили... У каждой камеры есть свой сектор обзора. Вот этот сектор обзора, его в 2D не сделаешь, он объемный, в 3D он статичный, а в 4D он позволяет привязать видеоизображение к географическим координатам. Допустим, мне нужно посмотреть на угол этого здания, я не ищу камер, я определяю координаты пространства, и мы получаем видеоизображение всех камер, которые могут это место показать. Таким образом, мы ввели новые понятия в мире, видео из камеры, а видео данных координатов в пространстве и времени. Это понятие введено впервые в мире нами. Значит, следующий вопрос. Вот мне нужно посмотреть на угол, то есть на данное окно, мы его получаем. Для чего это нужно? За каждым из нас идет такая линия трек с координатами времени. Пересечение вот этой линии с секторами обзора позволяет видеть в онлайне и поднять архив. Допустим, у спецслужбы Самарской области они имеют, так сказать, возможность получать координаты сотового телефона, и, соответственно, они могут видеть в онлайне или поднять архив. Следующий вопрос. Мы также можем наложить сами видеокамеры на сектора обзора. Так сказать, вот люди у нас сейчас ходят, так они ходят в данных координатах и времени. Это, так сказать, живое видео, но оно наложено именно на географические координаты. Вот. Значит, что это дает? Значит, у каждого из нас есть свой сотовый телефон, трек или радиостанция на объекте. Вот. И когда человек появляется на объекте, то система вогонит в зеленый свет, совпадение детектора и трека. Вот. И, соответственно, так построена система безопасности под САПСА под Москва-Питер-Трасс. Если кто-то перевозит через забор и проходит по путям, значит, то требуется разминировать. А для того, чтобы это не делать, значит, своим выдается трек, определяется маршруты времени и движения. Таким образом, видео превратилось в видеолокатор. И, так сказать, систему свой-чужой. Свои могут ходить в это время, чужие не могут. И так далее. Таким образом, значит, создаются умные объекты. Вот, допустим, мы сейчас с вами перейдем в Гагаринско-Донская развязка. Сочи. Мы делали это уже в 2013 году. Все объекты от Туапседа Абхазии и Артадора. Вселенная дорога интегрировалась в все 300 объектов. В единую систему действует благодарность письмова начальника контрразведки России, который отвечал за безопасность Олимпиады. За создание стационных центров. Все объекты уже представлялись тогда, в 2013 году. Во-первых, программы были уже написаны на Люмиксе, Астро-Люмиксе и так далее. И все это является реальным собравым клоном объекта. Мы также интегрированы с Эр-Эгванас. Эр-Эгванас, она выдает информацию Баварии. Автомобили столкнулись. Допустим, в этом месте, в Сочи, столкнулись машины. Горят, так сказать, автомобили и так далее. Значит, и вся эта информация поступает уже в безопасный город и так далее. Кроме этого, создается цифровая, то есть электрическая схема данного объекта, которая позволяет ремонтировать и обслуживать данный объект людьми с, так сказать, с тремя классами образования. Мы можем сейчас вот онлайн построить с помощью графов электрической схемы данного объекта. Для чего это нужно? У вас на объекте, допустим, три камеры не работают, но они работают... Вот. Оно... У нас сейчас доступа нет. Сейчас пароль ведут. Вот, значит, таким образом, на электрическую схему, по ней сразу видно, она интерактивная. У вас не работает пять камер, я нет одного блока питания, соответственно, вы получаете информацию об этом, так сказать, в какой блок, где питание находится, его географические данные, схема расплючения. И оператор берет и выезжает на это место, значит, для того, чтобы получить... получить, то есть завединить данные устройства. Причем он включает в добровольную передачу координат своего сотового телефона, и система его отслеживает, как он туда прибыл, получил информацию и так далее. Вот. Это вот сейчас мы по пароле вошли в систему, значит, здесь у нас это камеры, это объемники, это контактные датчики, это система полиции и так далее. Вы, если электрическая схема, можете перелетать на... Показать, тут большой функционал, можно показать на плане данного устройства. Также можно, значит... Здесь есть вся информация, имеется в виду географические координаты, схема расплючения и так далее. Значит, где взять ZIP? Вот. И человек едет к этому, так сказать, устройству и меняет его, и мы еще видим, как он произвел эту операцию с противоположными камерами и так далее. Таким образом, мы не... Здесь ремонт осуществляется оператором с тремя классными образованиями. Значит, это очень угодно. На базе этого создаются цифровые заводы, предприятия и так далее. Значит, здесь есть Крымский мост. Крымский мост, вы видите? Значит, Крымский мост, мы вот постоянно его совершенствуем и работаем. К нам вот, хотя он такой, так сказать, объект специфический, вот, претензий не бывает, система работает у нас отлично, предоставляет всю необходимую информацию, вот. Но, как сказать, чтобы мы поняли масштабность этого объекта, это два моста по 20 километров, плюс акватории, вот этот Крымский акваторий, Керченский акваторий и Томанский, это тоже наша система, которая объединяет в эту, так сказать, объединенную систему. И здесь и радары стоят, а есть и тепловизор и так далее. Но на данном объекте мы устройство не показываем, потому что это практически важный объект. Вот, но здесь еще в чем заключается? Здесь еще 4 подхода по 40 километров, и на каждом из подходов у нас, значит, по 15-20 объектах. Это всевозможные развязки, это станции, это непрерывная периметральная сигнализация с точностью закрытых метров, где датчики стоят. Это умные дома, все вокзалы и так далее. Вот, значит, мы все это в единой системе. Это здесь 10 тысяч камер, на каждой стоит нейроналитика, есть тот из датчиков, значит, это около 100 разных систем. С принятием решений, подготовка, так сказать, решения оператора, можно посмотреть, как выглядит рабочее место оператора. Оператор практически не думает, ему вопрос, зачем вся готовит это. Вот, это наши объекты по России, их около 4 тысяч объектов государственной варьности. Значит, выведем. Это вот, кстати, эко-система, так сказать, России. А это, мы ее получили с аппарата президента, мы ее даже не рисовали. Вот, мы здесь только раскрасили то, что мы создали. Это 4D GIS, который мы создали. Это интегра планеты платформы, это комплексный мониторинг. Сюда мы любые объекты, если объекты старые, они рисуются в BIM, без на BIM, а в 3D Maxi, а если в проекте BIM, то он просто интегрируется сюда. Здесь также она синтегрирована со всеми, так сказать, силовыми структурами. И так далее разработан, кстати, ГОС 56 875, 16, который содержит 6 основных пунктов. На сайте он есть. Если их выполнять, мы с вами создадим единую систему государства. На базе этой платформы построили Новомосковск, Умникород. Значит, также сейчас создана вся сельсионный центр Тульской области. Смотрел Владимир Владимирович, и сейчас мы зашли в национальный центр правительства России, так называемый кардионациональный центр правительства. И, значит, официально отрабатывается вопрос взаимодействия регионов на базе Тульской области, правительства регионов. Потом будет разрешиваться на всех остальных регионах. Значит, это будет все выставлено 5 ноября на выставке на ВДНК. На ВДНК будет выставлено все губернии с 5 ноября по апрель. Значит, там будут представлены все губернии. Тульская область будет представлять в том числе сельсионный центр Тульской области и национальный центр правительства, и так далее будет взаимодействие на нашей базе платформы. Значит, вот рабочее место Крымского моста. Обращаю внимание, смотрите. С 10 тысяч камер, 100 тысяч датчиков. Оператор видит, где происходит поникновение под мостом. Показывается одна или несколько камер, которые еще поворотно там сопроводят все датчики, периметралки и так далее. Оператор должен нажать на одну из этих кнопочек, вернемся. Здесь мы не только техническое состояние сети, чтобы он видел, что системы исправны. Вот здесь показывается точка, в каком месте происходит событие. И вот эти вот кнопочки, это где были ранее события за последние, допустим, месяца, настраиваете. Там написано количество событий, нажимаете, и вы проваливаете из прошлого, и смотрите, как происходили события, и анализ, почему они происходили. Значит, здесь карточка автоматически заполняется, идет Росгвардию, силовые структуры, это карточка событий. Оператор практически получает систему готовить, значит, во-первых, нейроаналитика, так и сейчас у нас идет подготовка, вот эта вот информация, обработка, значит, для оператора, она мы переводим полностью на нейроаналитику, на нейро 4D GIS. Чтобы было понятно, вот мы создали 4D GIS, это все объекты, это датчики устройства, люди приятных координатного времени, а нейро 4D GIS, эта информация представляется с помощью графов, привязанных координатному времени, и она имеет огромную синергию, это сказать, уже 4D GIS, и уже продолжение 4D GIS, это нейро 4D GIS. И вот на базе туда входит, вот обычно, допустим, она идет анализ датчиков, с критами там прописывают, а у нас уже собирается информация о ветер, направлении солнца, волна на море, и так далее. Где-то около еще 50 параметров. Кто задежурит, и так далее, как, что, и так далее. Мы сейчас доводим до 50 дополнительных параметров, которые учитываются для того, чтобы правильно принимать решение, подготавливать правильно решение для оператора. В данном случае оператор должен что сделать? Он должен нажать на одну из этих кнопочек, или отклонить, отклонить он практически может только в 10 случаях, в 10% тех событий, которые мы, так сказать, не подтверждены из нескольких источников, практически здесь, я бы сказал, не больше 10% таких событий. Остальное он должен или отправить начальник подержу на смену, или отправить оперативную группу. Он нажимает отправить оперативную группу, система автоматически отыскивает ближайшую оперативную группу к этому месту. Они получают в онлайне маршрут движения, время движения, расчет, и получают возможность в онлайне видеть ближайший вот этот, так сказать, 4D-GIS объект, а вот видеть камеры, которые показывают, и, короче, готовиться к выполнению своей роли. Допустим, на мосту остановился машину надо ее убрать, они выехали, машина уехала, или там она загорелась, и так далее. Ситуация во время движения меняется, и они могут, так сказать, правильно отреагировать на это дело, или запросить дополнительную помощь, если они видят, что там десантная группа там работает, ну и так далее. Все акватории Крыма, это также наши интеллектуальные системы, которые хорошо видят беспилотники, видят все объекты 3D-графики, и это готовая система для цели указания. Вот это акватория, вот это, как раз находится, 4D, и так далее. Ну, значит, 300 объектов в железной дороге, ну и другие, так сказать, объекты. Кроме этого, мы работаем с Минобороны. Мы проводим работу, чтобы на пункте управления в режиме реального времени поступала вся инфонация, в том числе, показывая сегодня вам техничные системы. мы сможем формировать каталог угроз непосредственно для конкретной воинской части. Если угроз несколько, то какого-нибудь автоматически разжимут их постепенно опасно? Вот здесь вот у нас находится ромашка, так называемая, которая в этой тельне сейчас только рассказывает, короче говоря, показывает, где проблема, в какой отрасли такая проблема. Здесь объект, где происходят события, здесь что происходит, здесь план устранения недостатков и структуры по подразделению на данный момент, во время ЧАИ и все остальное. А это в данном случае трех уровней системы для, так сказать, войсковой часть, дивизии и гидриды. И так далее. Значит, следующая презентация в Тульской области. Здесь, значит, показано было, это все можно посмотреть в этом ютубе. Вот. А здесь еще надо обращать. Значит, в принципе, мы сейчас именно обращаем внимание на нейрообработку видео и принятие решений. Это как бы два направления нейроаналитики. Как я уже говорил, это нейро-4ТГИС, это большая перспектива. Сейчас это внедряем и для обработки данных для принятия решений по Тульской области обработки, ну и пытаемся внедрить в национальный центр правительства. Ну вот, вкратце так. Спасибо. Владимир Андреевич, могли бы Вы, пожалуйста, на примере было-стало, да, показать, сообщить ожидания от применения собственно нейросетевой 4ТГИС. Ну, на примере какой-то задачи. То есть, обычная система и нейросетевая аналитика подключена. Значит, ну вот на примере мы сейчас внедряем это на Туркской области, как я сказал, в национальном центре в Крымской области, ну, к примеру, значит, Крымский мост, который мы постоянно совершенствуем, развиваем и все остальное. Да, хотел бы еще добавить, что мы сейчас уже внедряем на тот же Крымский мост модуль контроля за оператором. Это система периодически через каждые несколько минут проверяет, кто сидит за пультом. Когда человек заступает, дежурит, он только будет в базе, она определяет и смотрит за ним, распознает лицо, смотрит, правильно ли он, так сказать, смотрит на экран. Дальше она фиксирует все его действия на экране и привязывает к его, так сказать, лицу и все остальное. Это позволяет повысить ответственность операторов для действия на объекте. Это очень важно. Крымский мост это запросил и советую вставить. Мы сейчас во всем проекте это проектируем. У нас практически все здесь смотрят контроль за оператором. Значит, нейроаналитика на том же Крымском мосту, как я уже говорил, что мы не только там, как первоначально мы прописывали алгоритмы какие-то, сработал какой-то датчик, кто-то сделал, где-то. Мы сейчас туда подключили и влажность, и температуру, и направление ветра, и время дня, там, расположение солнца, солнечная погода и так далее, потому что все это действует на, так сказать, вручную это не обработаешь, а вот с помощью нейроаналитики все это можно сделать. Почему это действует? Везде стоит периметральная сигнализация, камера, есть засветка камеры, есть вибрации периметральной сигнализации, которые начинают в огнях. Ну, если по-простому, значит, если ветер дует, там начинаются ложные срабатки датчиков, набор несется, так, соответственно, надежность информации с видеокамеры возрастает, потому что она, так сказать, более дефирна. Есть приоритет, что более главное, что, так сказать, менее главное. выросла трава, соответственно, дополнительно накладывает и так далее. Даже подготовка оператора тоже контролирует. Потом по общей даже нейроаналитики определяется, где скорость обработки оператора. малейшее отклонение она ставит различные обработки данных и можно понять, кто халтует, кто где. Все это очень просто и наглядно. Поэтому один из ярких примеров это Крымский мост, потому что там 100 тысяч тачек, это не только безопасность, это и целостное здание, в смысле объектов и так далее. Поэтому без нейроаналитики сейчас, а тем более мы сейчас им занимаемся нейро-4D гис, потому что даже на том же Тульской области для операторов я сразу сказал, мы готовы обрабатывать не просто прим-данные, а мы ту информацию и самое интересное, когда наложили все вот эту информацию о событиях, происшествиях, отключении электроэнергии, водоснабжении на географические карты, на нейро-4D гильзы, то сразу появляется понятие а где что тогда. Поэтому информация при важных координатах времени она намного эффективнее анализируется и более правильно принимать решение, чем просто обрабатывать карты. Понятно. Владимир Андреевич, спасибо большое. Из-за технической накладки у нас чуть ограничено время в эфире. Мне пишет команда, что нам желательно вывести следующего выступающего. Вы не против, если мы к некоторым вопросам вернемся в начале нашей дискуссии? Пожалуйста. Хорошо. Тогда уважаемые участники, я зафиксировал все ваши вопросы. так сейчас благодарю Владимира Андреевича и через два выступления мы вернемся к разговору с Владимиром Куделькиным и с другими участниками нашего обсуждения конечно тоже. Хорошо, спасибо большое. Приглашаю в эфир Ивана Порошенкова, главного специалиста отдела АСУЕС АОНИПИГАС. Так, выступление посвящено актуальным вопросам КСБ, ПСИМ, СОИ и СБ с точки зрения проектирования систем и пожалуйста Иван подключайтесь. Так, ждем подключения Ивана Порошенкова. Многие вопросы, которые будут звучать сейчас, будут озвучиваться Иваном, тоже пометим для нашего обсуждения. Так, Иван, пожалуйста, добро пожаловать. Так, включайте камеру. Так, что у нас здесь со слайдом? Неправильный слайд стоит. Так, пожалуйста, Иван, выключен микрофон. Включайте, пожалуйста, микрофон. Так, пока выключен микрофон, не слышу. Да. А вот так слышно? А вот так слышу, да, отлично. Замечательно, прошу прощения, сейчас в дороге нахожусь. Телефон, скажем, в кармане немного находится, поэтому, наверное, камеру не буду включать. Сейчас слышим вас хорошо. Коллеги, да, да, озвучу несколько вопросов то есть, мое видение ксимом, да, которое у нас сейчас ксимом внедряется на многих предприятиях. Ну, если немного копнуть историю, да, почему ксим появился, то, в первую очередь, удобство и оперативность реагирования на какие-то угрозы, которые возникают в течение времени, да, до сих пор можно встретить на старых предприятиях или на предприятиях, на которых все системы развернуты, где сидит один, два, три охранника и перед ними, точнее, куча приборов приемных приборов, на которые они смотрят периодически. И это очень неудобно, потому что это занимает уйму времени, это увеличивает кусочек отказа, это увеличивает время реагирования, и поэтому сейчас все активно хотят видеть в этих 5-7, когда можно посадить не несколько человек, а одного человека, когда время реагирования будет минимальным. И вот тут мы как раз и сталкиваемся с теми проблемами, которые мы получаем в результате в текущий момент ситуации в универе. Так сложилось, что в нашей стране очень сильны позиции именно западного оборудования, то есть оборудование европейских стран, оборудование израильское, американское, канадское. И так как эти лендеры сейчас покинули наш рынок, стало несколько вопросов. Это не только вопросы в обслуживании, но и вопросы расширения. Если мы проектируем новое предприятие, которое полностью абсолютно новое, там вопросы интеграции летают только при интегрировании существующей оборудовании верхнего уровня. Полевое среднее оборудование мы без проблем можем установить такое, которое мы можем читать на рынке. Но если мы модернизируем какое-то предприятие, расширяем его, то мы приходим к такому моменту, что там уже что-то развернуто, а мы еще что-то добавляем и встает дилемма, либо мы используем какие-то костыли, свое новое оборудование отстыкаем то, что есть, либо мы устанавливаем новую систему симов, а старую пока не трогаем, они работают параллельно и постепенно, со временем, когда возникает необходимость модернизации того или иного участка производства, это оборудование меняется и подключается уже к новой сим, которую мы запроектировали в рамках нового поставки ростов. Но тут тоже есть моменты, потому что не всегда старое оборудование можно интеллировать в новую систему, либо какие-то костыри городить, либо каком-то софт писать, но это тоже не всем правильно. И к сожалению, новые производители, российские производители сим-систем, они не всегда способны предоставить поддержку старых систем. Еще одна проблема, которую я вижу при проектировании системы, это то, что вытекается просто кадр. тот персонал, который есть на объекте, он, как правило, заточен, обучен и хорошо знает те системы, которые уже были. Но когда появляется новая система, естественно, нужно время, чтобы изучить понять какие-то хитрости, потому что в любой системе так бы она ни была идеальна, есть какие-то нюансы в эксплуатации, в настройке, полностью, чтобы так из коробки работало, к сожалению, не всегда срабатывает. Третье это техподдержка. Я знаю крупные организации, которые выбирают определенную систему, мотивируют тем, что в случае возникновения проблемы, они всегда могут поднять трубку 24-4 часа в сутки, 7 дней в неделю, на той стороне трубочки появится человек технический, который объяснит, что сделать, как настроить, как ухранить, либо очень оперативно даже выезжает. Да, они за это переплачивают, но беда в том, что очень часто какие-то системы привязаны к непрерывному производству и из-за какой-то неисправности останавливают весь цикл. Это очень дорогостоящая вещь, и поэтому очень сильно смотрят на то, как быстро способна техподдержка оказать помощь. И вот это те проблемы, которые я вижу на данный момент, да, и сейчас, к сожалению, большинство проектов, которые попадают в мне, это именно расширение и модернизация производства, и вот здесь приходится считать в том числе экономику, показывать заказчику скажем так, ту дельту и по времени и по деньгам, которые необходимо предусмотреть в будущем для интеграции. И скажем так, хотелось бы, чтобы участники дискуссии, да, которая планируется после выслушивания тех стикеров, обсудили вот, скажем так, три момента, которые я хотел бы акцентировать. Первый момент это интеграция в предлагаемость системы российского производства старого полевого оборудования, есть ли опыт такого и какие вендора были самые проблемные, ну, не знаю, видеокамеры акции снизляются хорошо, а вот, например, фанасоники никак не хотят. Второй момент это возможность обучения персонала, возможность оказания техподдержки, максимально 24 на 7, запас запчастей, запас производственных мощностей, потому что я знаю, например, организации, которые заранее закупают оборудование и у них в раскладе лежит, я точно знаю, радиооборудование, которое уже не переводится 4 года. И делали это только ради того, чтобы их систему можно было эксплуатировать не менее 10 лет. И третий вопрос это Прошу прощения о немногих метрах. Третий вопрос это вот интегресс предлагает старые решения на 3D-моделях цифровых моделях. Как сейчас с учетом интеграции равных систем предлагаются решения по информационной безопасности? Потому что все мы знаем, что сейчас очень сильно возросло количество атак на российские компании. Это и всякие хакетские группировки, и так называемые политически материированные хакеры да, вот какие видят они решения для того, чтобы максимально обезопасить все вот эти информационные модели. Потому что модель, которая содержит только информацию, это очень высок для нарушителей, каких-то врагов, для станков и так далее. На этом хотел бы закончить вопрос. Надеюсь, у меня получилось. Да, Иван, спасибо. Я пометил, если позвольте, короткие уточняющие вопросы в обратном порядке. Так, вот вы сказали о безопасности, информационной безопасности 3D-моделей. Понятно, что это может достигаться как архитектурой системы, так использованием доверенных компонентов систем, так и наложенными средствами информационной безопасности. В какой области, что важнее для вас? Наверняка наложенные средства вам предлагают. Я согласен, что все эти предлагают. Я хотел бы акцентировать момент именно в плоскости доступа. А почему? Сейчас очень популярен такой термин как социальная инженерия. И последний случай, который я по крайней услышал, в Америке хакер-аутис с помощью инженерной технологии получил пароль одного из разработчиков игры GTA 6, используя приставку от телевизора амазонскую в отеле слил файл в интернет. Понятно. Пароли поставить недостаточно сейчас. Сколько я понимаю, многофактами. То есть, грубо говоря, доступ к каким-то критическим элементам системы получает не один человек, а несколько человек должны ввести логины, пароли для того, чтобы иметь возможность работать с какой-то наиболее критичной информацией базы данных. Хотелось бы понять, вот такой уже у нас внедряется или нет? То есть, грубо говоря, вот пришел какой-то системный администратор, да, то есть, у него логин, пароль украли, и у него абсолютно полный доступ. Либо для того, чтобы получить доступ к определенной информации, он должен еще подключить каких-то своих коллег, чтобы они совместно дали ему доступ. не знаю, как получилось, не знаю, на ходу сложно. Ну, понятно, как два или три ключа каких-нибудь пусков, да. Понятно, то есть, здесь еще вы выделяете проблему защиты от привилегированных пользователей, да? Абсолютно я. так, хорошо, отлично, это уточнили. Так, возможность обучения персонала и техподдержки с резервированием и по времени, и по запасам, вы имеете в виду, прежде всего, наверное, распределенные объекты, так, то есть, именно проблема масштабов нашей страны или что, или уточнили, что здесь в части поддержки, о чем идет речь, и что вы ждали от таких компаний, как интеграэс, в части обучения, сотрудников, чтобы противоположить вам работать? Ну, да, во-первых, многие наши предприятия, ну, я говорю не только про там, где я работаю, они это, как правило, холдинг, да, то есть, это группы заводов, которые реально вынесены по стране, вот, некоторые наши объекты, ну, опять же, не только там, где я работаю, они находятся, ну, скажем так, в районах труднодоступных для простых, ну, для обычных людей, да, то есть, где-то там, в Сибири, да, подальше от основных городов, от магистралей, очень сейчас активно нагряются безлюдная технология, да, когда все по удаленному доступу осуществляется, вот, и понятно, что не всегда на месте есть возможность держать, ну, обученного человека, либо этот человек обслуживает достаточно большую территорию, вот, к сожалению, по опыту знаю, что очень часто говорят, ну, знаете, у меня работники есть, они вот эту систему знают, вот этот за непрочетив темный лес, и как мы будем ее обслуживать, соответственно, эти люди должны прийти обучение, но понятно, что, скажем так, возможность обучения у производителя, она тоже ограничена, да, то есть, он не может каждый день обучать сколько угодно человек, то есть, курсы проходят в определенные интервалы, как правило, да, на определенные деньги, вот, и тут вопрос, как часто производитель может людей так обучать, потому что они могут сказать, вы знаете, у нас ресурсы ограничены, судить вас нет, когда мы раз в год, например, можем обучать, мы раз в полгода можем, а кто-то скажет, мы онлайн-курсы хоть каждый день можем проводить, и тут надо понимать, что производитель системы, да, тоже ресурсы не бесконечные, и отрывательно это делают людей, мы тоже никуда это сформатом. Да, спасибо, это вопрос доступного и непрерывного обучения. сотрудников, то есть формированием соответствующих навыков, раз, и плюс, конечно, возможность адаптации интерфейсов российских систем к привычным интерфейсам, чтобы снизить необходимость в обучении. так, хорошо. Да, что как эти системы разворачиваются, но относительно новые, скажем так, такие стыковки раньше не применялись, потому что было родное, и не было необходимости зародить такие посты, в процессе таких стыковок могут возникать моменты, которые никто не учитывал, и они могут возникать случайные моменты времени. И вот здесь как раз важна техподдержка, когда я могу очень быстро получить ответ на то, что у меня вот здесь что-то случилось, что мне делать. То есть я в стандартах интересный каким-то попробовал, у меня не получается, проблема не уходит, помогите, пожалуйста, мне ее решить. И тут получается дельта по времени, то есть дельта от того, как я обратился в техподдержку, и как быстро в техподдержке смогла найти ответ. Ясно. Спасибо. Ну что, это уточнили отлично. Уважаемые участники, ваше мнение тоже на самом деле востребовано, я эти вопросы обязательно озвучу в ходе нашей дискуссии. Первое и проще, я думаю, Иван, по нему уточнять не нужно, это, собственно, интеграция в российские системы старого полевого оборудования, в том числе западных вендоров. Так, хорошо. Иван, благодарю вас, спасибо. Спасибо. Благодарю. Да. Всего доброго. Благодарю. Уважаемые участники, ну, вот, актуальные вопросы, собственно, мы, конечно, много раз обращались к этим вопросам, но следим за динамикой, следим за динамикой, и надо сказать, что организационно российские вендоры, вот, например, на вопросы обучения, так, чтобы снизить нагрузку на группы компаний, ну, реагируют с некоторой задержкой, складывается такое ощущение. Я приветствую в эфире Федора Назарова. Здравствуйте, Федор. Так, Федор Назаров, главный менеджер управления проектов объектов безопасности, департамент управления инвестиционными проектами безопасности и планирования Нарникель. тема выступления внедрения автоматических процессов безопасности, то есть переход от автоматизированных к автоматическим процессам. Федор, слышите ли вы меня? Да, да, вы меня слышите. Отлично слышу. Добро пожаловать. Прошу, можно начинать. Кстати, актуальны ли для вас вот те вопросы, которые озвучил Иван Порошенко с вашей точки зрения? Ну, безусловно, нет, безусловно, они актуальны, как там и вопросы интеграции систем, которые были введены в эксплуатацию несколько лет, а то и десятков лет назад, так и вопросы информационной безопасности. Но в этом смысле у нас в компании уже сформировалась некая позиция, которую мы придерживаемся и по большому счету ну, это для нас не столько вопрос, сколько задачи, которые мы решаем, если не в ежедневном, то, по крайней мере, в регулярном режиме. Понятно, отлично. Ну, вернемся к этим вопросам в ходе обсуждения, а сейчас прошу вас переходить к выступлению. Да, ну, собственно, хотел бы раскрыть или, так сказать, подсветить вопрос относительно перехода от автоматизации к автоматическим системам в части именно систем безопасности, в частности, в целом обеспечения безопасности, для того, чтобы как бы для всех в очередной раз подчеркнуть, что наильский никель это, во-первых, не только наильский, а во-вторых, это не только никель и не только шахты. Расскажу, что наильский никель, группа компаний наильских никель, она включает в себя деятельность из абсолютно разных направлений. Это и транспортный сектор, это и здравоохранение, авиация, непосредственно сбытовой комплекс, топливно-энергетический комплекс. И мы все понимаем, что в каждой из этих областей существуют свои нормативные документы, свои регулирующие документы, и поэтому вот все то разнообразие подходов по обеспечению безопасности в нюансах, оно на самом деле для группы компаний наильский никель очень и очень важной и очень и очень важной задачей является. Возвращаясь фактически к названию своего выступления, я хотел бы определиться все-таки, чтобы у всех появилось понимание, что все-таки, что существует разница между автоматизацией и автоматикой. По всем каноническим пониманиям автоматизация это когда человек сидит и в какую-то компьютерную или электронную или механическую систему вводит данных и эта система выдает ему какой-то результат и оказывает ему помощь. Фактически, когда мы ежедневно пишем электронные письма или заполняем таблички Excel, мы выполняем автоматизированную работу. В том случае же, когда у нас присутствие человека или участие человека в каких-то рутинных процессах полностью отсутствует, вот это я и как раз хотел бы обозначить как автоматические системы и именно переход к этому я считаю, что должен быть одной из главных задач, которая решается не только в бизнесе, в логистике, в добыче, в торговле, но и в безопасности, потому что кто бы что не говорил, но здесь есть возможность движения. Но почему все-таки я считаю существует некая проблема с принятием перехода от автоматизированных систем к автоматическим, это с моей точки зрения проблема, она все-таки присутствует непосредственно в головах у людей и связана с тем, что в большинстве компаний все те подразделения обеспечения безопасности, которые функционируют, они все-таки возглавляются или руководятся людьми, которые очень хорошо, очень качественно, но выполняли до этого свои задачи либо вооруженных силах Российской Федерации, каких-то силовых ведомствах. А какой бы мы там устав караульной службы не взяли, или федеральные законы полиции, милиции или федеральной службы безопасности не взяли, мы понимаем, что всегда фокус там ставится на человека, что патрульный, караульный является как раз тем инструментом, который выполняет фактически самые важные системы, выполняет самые важные задачи. Дополнительно, если мы посмотрим в различные федеральные законодательства или постановления правительства, то там все-таки в гораздо большей степени упоминается термин автоматизированные системы. И поэтому зачастую, когда к безопасности приходят специалисты из IT-систем или из каких-то других направлений, начинают говорить об каком-то фактически они говорят мы вам выполним автоматизацию и это позволит уйти от участия человека в тех или иных процессах. Очень часто такой подход останавливается, потому что все-таки нет участия человека должно быть, потому что во-первых у нас в законодательстве указано, что человек, автоматизированная система и на самом деле принятие решения и остается за человеком. Относительно того, что принятие решения должно в конечном итоге сводиться к человеку в тех случаях, которые являются нетипичными, неотработанными многими и многими разами. Здесь я никаких соответственно противоречий не вижу, но все-таки нужно более детально просматривать. Если же мы посмотрим по каким-либо законодательным актам, то автоматическими у нас являются только те системы, которые нацелены на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Все пожарные системы должны срабатывать автоматически, все системы контроля управления доступа должны отключаться в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом пишется в законодательстве. И я считаю, что вот здесь существует некий терминологический и такой ментальный разрыв, который зачастую является барьером для перехода от автоматизации к автоматике. А на самом деле в процессах безопасности существует очень много именно процессов. процессом на самом деле здесь я бы рассматривал некий такой некое такое действие или некий такой этап, который так или иначе обеспечивается безопасность. Обнаружен беспилотный летательный аппарат. Фактически это некий процесс, который начинается от того, что охранник, система видеонаблюдения, система контроля за воздушным пространством идентифицирует что-то находящееся в небе и заканчивается тем, что принимается решение либо об отпугивании этого аппарата, либо игнорировании, если это абсолютно не является беспилотным летательным аппаратом, либо его каким-либо подавлением, заявлением и так далее. И вот от момента обнаружения до момента принятия окончательного решения проходят определенные шаги, которые зачастую выполняет человек. И это приводит к тому, что все эти процессы, во-первых, очень часто бывают не одинаковыми, а во-вторых, они занимают довольно много времени. Ну, вот я здесь в качестве примера, чтобы понимать, что я вообще понимаю под понятием процесса, нарисовал схему процесса по отработке идентификации дорожно-транспортного происшествия на территории объекта, и хотел бы чуть более грубо говоря, детально рассмотреть проблематику, которая может быть рассмотрена в данном процессе. Мы видим, что все шаги, которые здесь отображены, это все шаги фактически возложены в этом процессе на человека. И если экспертно оценить, какое время уходит от идентификации этого дорожно-транспортного происшествия до принятия окончательного решения, мы понимаем, что это в самом лучшем случае, если это дорожно-транспортное происшествие по большому счету не имеет никакого интереса с точки зрения безопасности, я оценю как порядка шести минут. А если это что-то важное, так это вообще и 20 минут. Я могу предположить, что на самом деле, когда я эти оценки делал, я был очень и очень большим оптимистом. В реальности, я думаю, это все в несколько раз дольше происходит. Но давайте мы посмотрим на этот процесс немножечко более критично. И мы увидим, что на самом-то деле, во-первых, ну какая нам разница, важные у нас ДТП, неважные у нас ДТП, по большому счету, мы можем их все рассматривать одинаково. Мы можем их рассматривать как дорожно-транспортное происшествие, которое необходимо зафиксировать и отобразить в конечном счете, в отчете. И если мы проанализируем бизнес-процессы, проанализируем процессы безопасности и поймем, что в некоторых шагах у нас вообще участие человека на самом деле не особенно это и нужно. Вместо того, чтобы докладывать про радиостанции старшему смены о том, что сотрудник охраны обнаружил транспортное происшествие, он совершенно спокойно может на своем телефоне в специализированном приложении нажать на кнопку о том, что зафиксировано дорожное транспортное происшествие, и все, сотрудник охраны старшей смены уже будет проинформирован по этому. Он будет знать, что в перспективе, в том отчете, который он будет делать по результатам дня, у него на одно транспортное ДТП будет больше. В дальнейшем, если мы, опять же, не возлагаем на человека необходимость анализировать важные дорожные транспортные происшествия, неважно, а просто говорим фиксируй все, то на самом деле, с использованием тех же самых мобильных устройств можно этот бизнес процесс, процесс безопасности с точки зрения его отработки, качества и, что самое главное, повторяемости свести фактически к идеальному виду. Это значит, что у нас всегда фиксация дорожно-транспортного происшествия будет происходить одинаково. У нас не будет каких-то там задержек, у нас не будет каких-то там проблем с точки зрения его идентификации. И это, если проанализировать, опять же, экспертно то время, которое будет затрачено на отработку этого процесса, оно снижается, и здесь я бы даже сказал, что я немного пессимистично посмотрел, когда оценивал время отработки данного бизнес-процесса. И поэтому я считаю, что в целом в безопасности очень важно, во-первых, провести все-таки вот этот аудит тех процессов безопасности, аудит тех событий, тех ситуаций, которые могут возникать в части обеспечения безопасности. И после того, как вот этот перечень будет сформирован, уже открываются огромные возможности для того, чтобы эти процессы автоматизировать. При этом нужно понимать, что существует очень много различных технологий, очень много различных подходов, которые могут очень хорошо и очень эффективно и уже на самом деле существуют прекрасные варианты упростить процесс обеспечения безопасности. Формирование QR-кодов для вносимого и выносимого материалов оборудования. Вот я придумал синтетический, но на мой взгляд очень показательный пример, когда, например, инженеру выдается из архива какая-то документация, которая представляет из себя коробку с бумагой, он ее должен внести на территорию, а через неделю вынести. С одной стороны, казалось бы, он оформляет пропуск на внос, он оформляет пропуск на вынос, но все это дело занимает какое-то время. Гораздо проще выдать ему сразу же QR-код, который бы считывался автоматически системами, который позволял бы ему внести и в течение недели, например, вынести эту же самую документацию. Относительно целостности и полноты этой коробки я не хочу сейчас рассуждать, но сам факт, что такие технологии лежат, на мой взгляд, на поверхности и с точки зрения обеспечения безопасности на них нужно и можно смотреть, это абсолютно на мой взгляд истинное заявление. и много-много других подходов, которые есть и которые позволили бы реализовать. Но очевидно, что автоматические процессы не могут быть панацеей от всего и всегда. И без человека мы все равно не сможем обойтись. Да, и конечно, сейчас нейросети, машинное зрение показывает безусловно фантастические результаты, но во-первых, давайте будем честны, в Россию все эти подходы приходят не так быстро, а во-вторых, то, что происходит в лабораториях и на всевозможных IT-площадках, когда это переходит в реальную жизнь, это очень-очень сильно изменяется и изменяется, к сожалению, в худшую сторону. И здесь мы все равно вынуждены привлекать человека для принятия каких-то ключевых решений, для решения каких-то новых задач и для обеспечения безопасности. Но также я хотел бы обратить внимание о том, что существует еще сейчас я вернусь существует еще одна проблема автоматизации и автоматики, которые может быть не так часто подсвечиваются, но которые на самом деле играют эту важную роль. Это проблема в том, что когда мы приносим в систему автоматику, когда мы снимаем нагрузку с человека, то у нас в организации остается два выбора. Либо мы этого человека должны уволить, либо мы должны ему найти новую работу. Очень часто подразделения безопасности формируются ну, так скажем, на очень доверенных отношениях. Люди, которые работают в подразделении безопасности, зачастую это люди, которые много-много-много лет знают друг друга. И здесь вопрос о том, чтобы уволить своего близкого товарища, очень часто не обсуждается. И возникает вопрос, куда его пристроить, как его обеспечить работой. И этот момент, на самом деле, очень часто является точно таким же барьером, который не позволяет в безопасности перейти к автоматике. Потому что руководители, видя, что мы из пяти человек после введения новой системы будем обеспечивать его только трём, он сразу думает, а как же я остальных двух буду утилизировать. И говорит, что давайте мы пока не будем вносить такие радикальные решения, подождём и подумаем. Поэтому вот этот вопрос тоже на самом деле играет немаловажную роль в боеве в переходе к автоматическим системам. Но я вам рассказал очень много теории и хотел бы точно так же вернуться к практике. Ну, не к практике, а относительно того, как вообще всё это дело может быть реализовано. Зоркий взгляд мог обратить внимание, что те схемы по процессам, которые рисовались выше, это фактически описание бизнес-процессов в классическом методе описания BPMN нотации. То есть фактически любое средство, любой инструмент, который позволяет отрабатывать бизнес-процессы, такой термин, он фактически может стать инструментом для того, чтобы базой, для того, чтобы реализовать процессы безопасности и внести автоматизацию в них. Вот наши коллеги из НЛМК, которые к несчастью сегодня не могли присутствовать, у них эта система реализована с помощью Jira. Существует очень много различных других инструментов, которые реализуют тот же самый подход. мы у себя в Норильском Никеле решили пойти немножечко другим путем. Мы решили в интегрированную систему обеспечения безопасности встроить непосредственно механизмы, которые бы позволяли отрабатывать эти бизнес-процессы. То есть если говорить о тех инструментах, которые представлены в самом начале этого списка, очевидно, это не связано с безопасностью вообще никак продукта. Это некоторые инструменты, которые решают свои задачи. И их наложенные или рядом устанавливаемые технологии, она может так или иначе не гармонировать с системами безопасности. Поэтому мы у себя в Норильском Никеле решили пойти путем, когда внедрить непосредственно в инструментарий обеспечения безопасности те инструменты, которые бы позволяли автоматизировать непосредственно процессы безопасности в том объеме, который необходим для нас. Ну вот, собственно, и все, что я хотел бы сейчас сфокусировать на данном выступлении, готов ответить на вопросы и подискутировать. Федор, спасибо большое. Так, Олег Грушин из компании Сибур спрашивает, можете ли вы привести примеры таких кейсов автоматизации. Ну вот, у вас был один кейс ДТП, может быть, еще какие-то. Ну, мы, ну, как бы, здесь вопрос у Олега, то есть, ну, я отвечу таким образом, что в рамках реализации своих систем в наивском никеле мы на разных площадках в соответствии с консультациями с подразделениями безопасности формировали некий такой перечень именно событий, которые мы отслеживаем. Это, ну, на самом деле, вот то, что я представил на слайде здесь, фактически, вот именно процессы, это и может стать там стартовым вариантом для анализа, да, внос, вынос, ввоз, вывоз ТЛЦ. Ну, очень часто на проходных встречается ситуация, когда у сотрудника обнаруживается что-то, что может быть расценено, например, как вынесение имущества компании. Не всегда это так, да, зачастую это, там, товарищ для обеспечения своего комфорта решил принести из дома чайник, а потом, после того, как он сломался, он его выносит, и это тоже является формально вопросом для безопасности, да, возгорание всевозможное, там, неадекватное поведение, вот, ну, некоторое время назад, я сейчас не знаю, как это отражается, очень часто были ситуации, когда, например, люди с пропусками, да, позволяющими попасть на территорию предприятия, оказывались в тех территориях, которые им не были разрешены с точки зрения пропускного режима. Вот, это тоже ситуация, которая может рассматриваться как процесс в безопасности, который можно рассматривать как источник автоматического преобразования. спасибо, так, ясно, правильно ли я услышал вас, что инструментально для того, чтобы достигать таких эффектов, вы видите использование внедрения системы, ну, или, скажем, инструментария BPM, то есть бизнес-процесс-менеджмента, это целый класс систем, в которых много российских разработчиков, вот, внедрение подобных систем в системы сбора и обработки информации. Ну, я вижу, что это один из простых подходов, да, то есть я бы сказал, что я считаю, что внедрение BPM в безопасность является вот тем шагом, который каждый из нас должен сделать. будет ли это инструментально сделано с помощью заказной разработки, или же рядом поставленные там BITX, CREISH, COMMUNDA, это уже зависит от конкретного решения, потому что все-таки ставить там отдельное рабочее место для этого, это бессмысленно, все должно быть синтегрировано, и вот вопрос интеграции, это вопрос интеграторов, вопрос заказчиков, вопрос безопасности. Да, ясно, правильно ли я понимаю, что вот если говорить о системе BPM, как о таком черном ящике, то в общем-то, что значит перейти на BPM, это получить возможность как раз конструировать процессы и реакции, да, вот примерно так, как вы показали, с использованием стандартных шаблонов или триггеров. Ну, по большому счету, да, и вы очень правильно подметили, что то решение, которое должно всем нам помочь, это то решение, которое бы позволило администратору, аналитику от безопасности, естественно, самому сконструировать и запустить на исполнение тот или иной процесс безопасности, чтобы не было необходимости, например, обращаться к разработчику системы, который бы кодом написал там если это, то, то и так далее. Вот это, безусловно, да, является очень важным. И да, именно такой подход, я считаю, что и должен двигать наш сервер. Спасибо. Кстати, очень тонкое наблюдение, потому что, ну, вот мне приходится много работать с теми, кто продвигает low-code, low-code платформы, и складывается ощущение, что вендоров много, они пока не обратили свое внимание на безопасность и с другой стороны не делают акцент на подобных возможностях и поставщики систем верхнего уровня безопасности. Правильное наблюдение, согласны ли? В данном случае все-таки я бы немножечко разделил системы класса там no-code и low-code и от системы BPMS или BPMN. Почему? Потому что BPMN и в целом бизнес-процесс-менеджмент это насколько я знаю уже многолетний отработанный инструмент. У него там существует на самом деле всего там пять, ну может быть я не знаю, чуть больше там десять действий, которые компонуя которые мы получаем все, что нам необходимо. Поэтому здесь нет какого-то сложного или какого-то инновационного подхода. нет вопрос в том чтобы просто систематизировать все те шаги которые мы выполняем и распределить их. Что-то отдать автомату, что-то передать человеку. И вот разделение это необходимо выполнять очень тонко с одной стороны но с другой стороны решительно. Да, спасибо. Вот здесь есть у нас комментарий нашего участника Алмаза Мина что в безопасности каждого инцидента это же чрезвычайное происшествие говорит он как можно написать алгоритм к каждой аварии. И есть комментарии в ответ Олега Грушина по событиям триггерам говорит Олег как правило это будет не будет алгоритм к аварии а алгоритм оценки комплекса событий которые в совокупности могут привести к проблемам. То есть Олег делает акцент на некоторой предикативности да то есть возможности как раз оценить события да как события ведущие к аварии. Ну смотрите да во-первых я еще раз хотел бы сакцентировать внимание что вот предложенный подход он не может являться панацеей от всего опасности да но если мы посмотрим на процессы обеспечения безопасности мы увидим что у нас огромное количество решений и действий выполняет человек который делает в автоматическом режиме да он там каждые 15 минут должен доложиться о том что он находится в той или иной точке на обходах да там он должен доложить о том что он обнаружил голосом доложить о том что он обнаружил там оставленный предмет казалось бы это ну такие простые шаги но эти простые шаги можно увести в перевести в автоматический режим безусловно когда возникает какая-то нештатная ситуация никто не говорит о том что на любой случай должна быть должен быть описан некий процесс который говорит об этом действии если говорить про высказывание Олега Грушина безусловно как бы это немножечко другой фокус в своей презентации я его вообще не затрагивал но я и на самом деле руководство наших IT подразделений оно точно так же поддерживает подход о том что безусловно принятие решения на основе данных это то что мы должны к чему мы должны стремиться а чтобы у нас было достаточно данных для принятия решения мы должны обладать максимальным количеством датчиков максимальное количество аналитики максимальное количество всевозможных источников информации для принятия решения и тогда безусловно мы сможем уйти от того чтобы бороться с последствиями и перейти к тому чтобы бороться с причиной так отлично спасибо уважаемые участники если еще вопросы и комментарии так могу я спросить вот я имею ввиду участники пожалуйста дайте знать используете ли вы системы класса бпм в своей работе так я вижу что федор отключился федор пожалуйста включайте обратно мы сейчас перейдем к дискуссии я сейчас обращаюсь к участникам те кто нас слушает так бпм используйте нет экспериментируете ли так вот у федора был интересный слайд где был перечислен целый ряд российских в том числе систем но российских и не российских так который действительно мог мог обладать теми свойствами о которых говорит федор если у вас такие эксперименты если да поставьте плюс если нет поставьте минус ну это нам поможет правильно расставить акценты в ходе нашей дискуссии к нам владимир куделькин я также прошу олега грушина да вот олег грушин здравствуйте олег давайте перейдем к обсуждению целый ряд вопросов я пометил себе но как всегда начнем с крайнего выступления так если у вас вашей практике ближе к ли вам подход высказаны федором назаровым из на английского никеля практикуете ли вы или экспериментируете ли вы в сибуре в блоке корпоративной безопасности вот с подобными решениями решениями олег да слышно но у нас немножко другое разделение по скажем по задачам да поэтому как конкретно мы но именно в инженерно-технической защите такими моментами не занимаемся именно в такой форме но тем не менее я с большим интересом послушал олег а можно узнать почему вы этим занимаетесь ну скажем у нас немного другие границы именно того что входит в наши задачи понятно то есть то есть значительное число инцидентов как которые вот в данном случае там значимое да они не входят именно в наши задачи то есть у нас там своеобразные скажем разделение так ясно так владимир андреевич уделькин скажите пожалуйста вот обсуждается плюс переноса в систему управления безопасностью документирование отчетности в в получении автоматических процессов которых исключено внимание участие людей подходов применяемых в бпм-системах ну то есть это довольно большой класс систем известны ли вам такие как вы относитесь к этому к этому направлению предоставляет ли ваша платформа инструментарий подобного рода пожалуйста я всегда считаю что техника на надежный и из чего ее нельзя подкупить особенно в вопрос безопасности убрали ребенка и оператор сделать все что ему скажут вот поэтому мы делаем систему чтобы они практически работали без оператора но среди тем что он считает что должен принимать решение кроме машины он подтверждает это дело но фактически как я уже показывал говорил что у нас система она уже заранее рекомендует что сделать об его отсутствии она просто продолжает поэтому не будет меня человека на месте туда оперативный комплекс она выйдет и так далее поэтому я вспомнил тому что нужно контролем мы вводим сейчас строжащий контроль за действиями оператора чтобы оператор не мог не сделать ни одного личного движения если он что-то сделать неправильно информация идет наверх а если он вообще что-то там делают со системой работает без него это уже внедряется и это правильно потому что еще раз говорю везде почему все аварии самолеты бьются и все остальное из-за чего из-за того что он человеческий парк везде человеческий парк поэтому а мы должны загнать человека в те ранки то стоило как выражать что только мы часть должны то что мы сказали потому что еще раз говорю человека его всегда можно заставить делать что ему приказано а в этой связи на самом деле у меня вопрос если мы фактически хотим сделать ну то есть ваше предложение сделать это некий автомат который будет выполнять только те действия которые ему разрешены так зачем он вообще нужен давайте мы поставим на его место автоматическую систему и она будет работать без человека а так я к этому сторонник я фактически сторонник того что надо ставить автоматическое место но пока у нас требует что человек должен все таки там сидит но это сидит балансик у нас наше системе это сидит балансик ну вот фактически да я хотел бы еще раз вернуться до к одному из своих слайдов где сказать что у нас вот это вот проблема перехода от автоматизации в автоматике она в том числе очень часто зашита в регламентирующих документах который говорит что человек должен быть но в любом случае я считаю что нужно двигаться в двух направлениях с одной стороны безусловно нужно пытаться имеющимися инструментами подсвечивать для людей принимающих решение о том что наверное в законодательных документах нужно что-то подправить с другой стороны не всегда нужно двигаться в лоб с той точки зрения что если у нас в законе что-то написано то давайте мы попытаемся это таким образом использовать чтобы это не впустую утилизировало трудозатраты наших людей а чтобы эти люди выполняли важную для компании функции но при этом одновременно обеспечивали реализацию тех законодательных фактов которые в области безопасности существуют я вот еще дополню вопрос то что вот допустим погиб этот француз да из-за чего потому что системы не было которая контролировала звездные полосы понимаете да вот мы делаем допустим до левокова а там информация минули оператора будет водиться до летчика или куда-то понимаете вводя того что в принципе я сторонник того чтобы система не пустала на влётную полосу снегоуборщика может вам момент когда взлетает понимаете мы это я своим уже это поставил задачу они это программируют вопрос насколько там разрешат это делать но дело в том что в конечном счете оператор может заболеть он может отвергнуться он может врагом оказаться понимаете да поэтому система не должна дать нарушение я все пример такой яркий год извините у меня нормальная машина да я не могу наехать ни на собаку ни на забор и так далее причем тормоза включаются без моей воли так включается что аж спрыгиваюсь понимаете никто меня не спрашивает нажимать на тормоз или нажимать на тормоз в начале я аж там чуть лету ремень этот удаляюсь да вот ремень затягивается а меня никто не спросил тормозить не тормозить понимаете система стоит не на есть понимаете на машина вот и правильно стоит так спасибо а вот еще один аспект который о котором говорил федор это автоматическое формирование стандартных отчетов по триггерам по инцидентам это тоже реализуют так понятно анна романова интересуется а что что у нас есть и так далее я еще вот когда я показывала информация идёт в росгвардии она идет или с комментариями или без комментариев понимаете если оператор не делает комментарии то она идет без комментариев понимаете так понятно она романова интересуется а что было сделано для решения вот этой проблемы которые говорили вы владимир который говорил федор но и который пока не говорил олег но может быть тоже здесь что-то может об этом сказать то есть проблема что в законодательном естественно в регуляторных некоторых актах определены именно автоматизированные они автоматические системы и федор вот как раз говорил об этом на контрасте с системами которые отвечает мчс да где как раз автоматические реакции требуются вот делать ли что-то если какой-то прогресс вот такой вопрос так вот анны романовой в отношении нашей компании как бы мы пока что видим единственный вариант решение этого вопроса это к сожалению но общение непосредственно человек к человеку это проведение обсуждений с Росгвардией относительно конкретных проблем потому что ну все объекты разные да все системы разные и убеждение о том что вот в том или ином случае необходимо автоматизированные нужна автоматическая система здесь этот подход является оптимальным это во первых во вторых получение обратной связи непосредственно от контролирующих органов потому что ну все таки там тоже сидят люди и люди здравомыслящие и они понимают что ну хлеба как бы идти по букве закона зачастую это ну не так эффективно да и не всегда экономически эффективно и поэтому ну как бы подходы которые уже реализуются реализуются так скажем в регулярном режиме это подход когда проводятся совещания непосредственно с представителями Росгвардии после чего формируются там межведомственные комиссии по тому или иному объекту и непосредственно уже в результатах работы этих межведомственных комиссий закрепляется что вот в том или ином месте у нас используется автоматическая система и подписывается почему потому что иное является там невозможным то понятно ну то есть это такой аналог специальных технических условий в МЧС да получается Олег Грушин есть ли что добавить к этой теме пожалуйста да да нет все то же самое у нас ну в контексте нашего разговора никакой автоматизации в процессе изменения информативки конечно не просматривается в будущем да ну и собственно обратная связь со стороны регулятора это вообще такая редкая история и зачастую ну просто что-то происходит в итоге там с опорой на какие данные на какие события зачастую сложно понять да спасибо Владимир Андреевич есть ли какое-то движение вы ведь участвуете во многих группах комитетах так есть ли вектор в сторону расширения списка событий на которые регулятор будет допускать автоматические реакции или требовать автоматические реакции я отношусь к этому вопросу такое делай правильно но пытайся повернуть так сказать дело в том что вот в этих везде регуляторах сидят люди да такое впечатление что там половина пятой колонны понимаете вот а когда я говорю давайте сделаем тот интегрируем с этим вам удобнее а нам это не надо понимаете я не буду называть какие организации мне приходится ругаться да потом ругаешь ругаешь плюнешь и делаешь по-своему понимаете поэтому каждый должен быть патриотом и делать то что считать нужно а для того чтобы как прикрыть свою задницу да он понимает решение оператор вот но еще раз говорю у нас очень много чиновников чиновников правильного ранга которые ну не побоятся вообще что-либо делать вообще или ничего не делать или вообще тормозят понимаете вот я уже тут мягко выражаясь уже и выхожу и на президента и туда и сюда и так далее понимаете да составляет всех проблем вот но большинство самое интересное отписываются ссылаются на законы ссылаются на то на все на все а некоторые конечно пробиваешься где-то что-то а многие ссылаются на законы а законы переделать тоже сложно я и депутатами общаюсь и так далее и депутатские запросы кстати уходят вот так правильно депутатские запросы уходят но и тоже отписываются также депутатские вопросы не знаю вопрос записываются по этому ожидаете ли вы что внимание каждый должен на своем месте двигаться может ли способствовать ну чтобы закрыть уже эту тему и перейти к другим может ли способствовать здесь решению этого вопроса вот проблематика верхней полусферы потому что все эксперты говорят о том что со времени обнаружения беспилотного воздушного судна или беспилотного летательного аппарата время на реакции исчисляется секундами и фактически только автоматическая реакция является ну подходящей по времени может это сдвинуть привлечь внимание в том числе регуляторов да и способствовать обновлениям просто да нет владимир мы не можем даже привлечь внимание регулятора к тому факту что мы пока не можем управлять этими системами по закону так что о чем-то говорите мы так сказали внести обороны что до сегодняшнего дня вот эти все средства уничтожения беспилотников они не приняты на вооружение а они работают да вот понимаете насколько механизм по команды понятно так ну что ж из этого я думаю мы сделаем вывод что соответствующие вот выводы так скажем заметки из нашего выступления обсуждения мы используем в работе с членами оргкомитета форума технологии безопасности так для того чтобы получать комментарии ну и тем самым собственно прояснять ситуацию так если вы не против и давайте перейдем к другим другим вопросам так я хотел бы выделить вопрос так хотел бы выделить вопрос Иван Дмитраченко он относится к к вам Владимир Андреевич так камеры датчики инфраструктуры имеют много разных производителей не все умеют дружить друг с другом как восправлять данные проблемы используете ли какое-то стандартизированное оборудование и в контексте миграции на отечественные системы был отличный вопрос или проблема поставленная Иваном Поршенковым из Непегаза который говорил о том что хотелось бы чтобы российские системы верхнего уровня так при модернизации при расширении так при внедрении этих систем могли бы брать на себя управление старым оборудованием так в том числе оборудованием западных вендоров так вот вопрос в общем то про одно и то же просто постановка задачи Иваном Поршенковым несколько шире я хотел бы прежде чем слово Владимира Андреевича предоставить вас Олег спросить как здесь дополните ли вы чем-то эти эту проблематику ну Иван тут совершенно правильно сказал ну вот одна из областей очевидного применения тех же систем да это развитие систем тем более там комплексные которые были ориентированы на вендоров которые больше недоступны и тут ну просто напрашивается накрытие ну дальше масштабировать систему с использованием другого оборудования других вендоров и накрыть сверху единой системой которая предоставит в итоге единый интерфейс для оператора системы и тут да тут действительно тема отлично ложится на эту задачу проблемы в том что ну естественно внедрение таких систем они за собой тянут там ряд других вызовов то есть это вопрос ну мы на что ориентируемся да когда хотим иметь систему мы там идем не знаю там на сайт производителя системы смотрим окей тут есть интеграции с такой системы с такой с такой ну вроде нам все подходит вот мы приходим и естественно там в какой-то момент понимаем что значит этот разработчик действительно интегрировался с такой системой начиная там не знаю с версии скажем 3.1 а у вас версия там 1.3 да и и начинается там сложная и тяжелая работа значит дальше естественно проблема масштабирования на сим системе она уходит еще в то что дальше любые ваши изменения в системе безопасности общей они будут связаны с тем что вам любой новый элемент нужно интегрировать надо убедиться что есть интеграция значит любое обновление старых элементов то есть вы подходите к организации единой системы вы ну надо наверное сначала посмотреть есть ли у вас старый оборудование который вам вскоре потребуется менять потому что если потребуется то лучше вам сделать это до иначе вы упретесь вот во все эти моменты то что тоже иван говорил там вопросы тех обслуживания да то же самое вы должны быть очень уверены в компании с которой вы выходите на такие задачи на задачи масштабирования потому что зайти на единую платформу это там хорошая история которая может дать хороший результат но вот если допустим разработчик уходит с рынка вот дальше у вас начнутся проблемы там полностью перестроиться на новую платформу это будет двойная работа относительно там первоначального там интегрирования под единую какую-то платформу ну и естественно по скорее всего по обслуживанию там ваш подрядчик будет привязан к субподрядам с этой организацией потому что задачи интеграции под платформы они как правило тоже ну как минимум не примитивные технически да и ожидать что у всех что у всех подрядчиков на которых вы обычно рассчитываете по обслуживанию ремонту будут такие компетенции ну как бы не очень приходится да зачастую там кто-то пойдет обучаться кто-то не пойдет кому-то действительно дешевле будет наподряд взять эту организацию то же самое с любыми пусконалаточными работами и так далее и так далее то есть комплекс вопросов действительно для масштабирования это решение да то есть вы уходите от вендора и для себя да для своего оператора там на уровне интерфейса вы действительно бесшовно переходите начинаете масштабировать дальше свое там решение уже с новыми вендорами и ну с точки зрения работы вы этого не чувствуете вам не важно кто находится под интерфейсом псима ну в этом и есть наверное сильная сторона этих систем плюс они могут обеспечить какие-то новые связки которых у вас до этого не было различных там информационных систем и да это это может работать хорошо но всегда надо держать в голове все вот эти подводные камни потому что они тоже достаточно существенно спасибо ясно федор вы хотели бы добавить прежде чем владимир андреевич прокомментировать то есть ну на самом деле да на самом деле здесь как бы на мой взгляд нету какого-то такого экстраординарного экстраординарной проблематики да безусловно что когда кто-то уходит с рынка то найти ему замену оперативно это проблема но вот у нас в компании мы сформировали для себя такой подход о том что мы фактически ранжировали все наши проблемные объекты проблемные в том смысле что там система старые там или системы уже не так эффективно поддерживаются ранжировали с точки зрения того когда и как мы можем их модернизировать и стараемся идти по пути когда мы выводим эксплуатации одну систему вводим на ее место систему которая поддерживается которая российского производства которая захватывает оконечные устройства если говорить по оконечные устройства камеры контроллеры то безусловно что здесь уже вопрос возникает таким образом что если оконечные устройства они например достаточно нового производства но требует интеграции то здесь пытаемся найти решение которое их подхватит именно как аппаратное обеспечение если это решение которое уже готово к выводу эксплуатации замена на аналоги на там российского китайского производства ну очевидно что для нас важно чтобы все эти решения были опробированы а условия у нас разные от от Сочи до наильска естественно абсолютно разные решения здесь я считаю что вот эта проблема это на самом деле некая ежедневная работа которую необходимо выполнять в подразделении безопасности спасибо спасибо владимир андреевич прошу может ли интегра вот таким образом работать со старым оборудованием так поможет ли это вот той самой ежедневной работе которой занимаются и федор назаров и олег грушин смотрите мы у нас есть базы интерфейс практически там присутствует все что новое появляется более-менее да мы получаем вендоров или кого-то камеры датчики устройства контроллеры и мы интегрируем в нашу систему они у нас находятся в базе встречаются допустим что-то новое или старое которое не было интерфейса с любых других и получать информацию поэтому мы изначально делаем интеграционную платформу второй вопрос мы делаем все в открытых кодеках и в принципе можно в наше отсутствие продолжить нашу работу вот мы предоставляем интерфейсы для интеграции так сказать блоков так сказать любой системы и так далее вот мы допустим работаем интеграции мы все что нужно предоставляем для того чтобы развивать данные системы поэтому мы полностью открыты и считаю что мы вот когда мы интегрировали 300 объектов железной дороги педальпиады в тринадцатом году 300 объектов мы все интегрировали до нескольких месяцев понимаете вот а там такая солянка была мы ее все интегрировали и то время в тринадцатом году это не сейчас чем дальше так сказать практически все представляют вот так сказать организации они не берут так сказать без интерфейса программ устройства которые нельзя понимать что прежде чем что-то купить в этом случае замена так сказать платформы она не сигма но другой вопрос другой вопрос вот взять Крымский мост мы работаем продолжается наращивается система постоянно но кроме того что наращиваем на те вещи которые мы три месяца то есть три года назад поставили постоянно дорабатываем мы улучшаем все надети доставить понимаете не из того что нам кто-то там деньги заплатят нам же это никто не платит просто я как патриот я считаю что объект в армии и поэтому с меня не уходит если я обслуживают объекты меняю программу поставлю более совершенную эту неравнолетие вы понимаете а вот и так далее на 99 процентов нам никто не платит но мне это интересно это и вот вчера только мне звонил руководитель мы же вам такой полигон предоставили да я говорю полигон мы продолжали будем работать с вами а вот вы вот эти предложения я говорю а эти предложения мы сделали хотя поставим понимаете они просят мы делаем понимаете и так далее поэтому еще раз когда выбирает раньше как купили этот как сказать регистратор понимаете а через регистратор он усталяет через год ну через два понимаете а если вы ставите систему она система должна развиваться сейчас настолько быстро совершенствуется я всегда еще 20 лет назад говорю вы не покупаете регистратор вы лучше купите на базе компьютер софт можно быстро поменять это дешевле будет понимаете так что надо иметь ну естественно выбирать надо с кем работать спасибо так ясно ясно а вот Иван Дмитраченко спрашивает у вас Владимир просит меня спросить у вас что за фотографии вы показываете а это я а это мы с Владимиром Романдаевич просто она у меня здесь строгала я решил вам показать что я вас да спасибо удивительно приятно оп так хорошо кстати Иван Дмитраченко Владимир Андреевич хочет хотел бы пишет в чате хотел бы с вами участвовать в проектах по региону Санкт-Петербург есть готовность да конечно вопрос такой что в Санкт-Петербурге много работы нефти проспект сейчас умным перекрестками означается причем и так далее там около 100 перекрестков умных это штраф могу сказать что наша система одна из эффективных по нарушению ПДТ некоторые конкуренты выступают в два раза наша система в два раза больше проходит чем конкуренты и будут вызывать конкуренты с монтартизией спасибо интересный факт я хотел бы предложить еще один вопрос из перечисленных Иваном Поршенковым это информационная безопасность так то есть понятно что доступ к моделям данных доступ к системе управления системе оповещения так это можно считать доступом критически критическому информационному процессу или даже критической информационной инфраструктуре и здесь именно доступ волнует волновал Ивана Поршенкова из Непегаза так мы знаем по обсуждениям в течение последних пару лет что зачастую системы физической безопасности находятся вне контура информационной защиты так ну или по крайней мере часть так вот и тем не менее острота этих вопросов этих проблем она естественно повышается требования к устойчивости тоже повышаются я хотел бы начать вот с вопросов или с получения мнения или комментариев Федора Назарова и Олега Грушина включаете ли вы требования к информационной безопасности сейчас ваш набор требований к системам управления комплексной безопасностью или псим каковы наиболее критичные здесь с вашей точки зрения требования и относите ли вы системы класса псим или управление комплексной безопасностью к критической информационной инфраструктуре ну потому что это ведь может сделать добровольно в общем-то каждое предприятие согласно да ну смотрите достаточно очевидный момент если мы строим интегрированные системы и если мы можем позволить себе там допустим мы не строим распределенных систем у нас нет единого там центра на холдинг соответственно в такой ситуации вы можете просто строить системы во-первых в изолированных сетях что сразу снимает главные вызовы и ну с ограниченным количеством точек да ну где банально можно в систему зайти это тоже решает известного рода проблемы дальше ну там какие-нибудь особые требования типа там дополнительные там верификации при там входе в систему не знаю сотрудника новой смены ну наверное об этом можно думать но откровенно говоря я не знаю как коллеги там какой опыт таких инцидентов у нас не зарегистрировано ясно а к идее ну если переносить практику информационной безопасности да в другие категории систем понятно что ну как минимум это используем шифрование использование сертификатов да естественно да ну то есть это как бы как сказать это уже мне кажется ложится далеко не только на тему безопасности именно технических средств да мне кажется это общий уже вопрос безопасности любых сетей любых ну сетевых объектов на самом деле на любом предприятии то есть да сертификат управление каналов там контроль входа ну это безусловно просто уже как сказать вопрос информационной гигиену наверное там был под вопрос да понятно спасибо олег был такой под вопрос о привилегированных пользователях в айти системах это отдельная проблематика да и отдельный инструментарий существует чтобы им помогать и чтобы их ограничивать имеется в виду те кто имеют такие божественные полномочия в системах да системные администраторы системные различные другие разработчики в общем привилегированные пользователи выделяете ли вы проблему привилегированных пользователей в системах безопасности ну во первых тебе надо давать пользователям даже там администраторам полномочий которые им объективно не слишком нужны но которые несут риски то есть никакой администратор не должен там не знаю иметь возможности зачистить протокол событий там какой-то журнал событий в системе никакой администратор не должен иметь возможности там где-то мы говорим о связи системы виде наблюдения там очистить видеоархив например да то есть ну вот эти простые правила они наверное обеспечивают ну там значительную часть вопроса безопасности спасибо федор какой у вас подход как совмещаете как-то вот так сказать развитие автоматизации и автоматических систем в управлении безопасностью и информационную безопасность у нас на самом деле уже довольно давно в любые системы где есть вычислительные техника в обязательном порядке должны быть включены при создании системы должны быть включены требования по информационной безопасности здесь у нас уже нету грубо альтернативы но в этом на самом деле преимущество, потому что, ну, по крайней мере, раздумывать по этому поводу нам не приходится. А раздумывать нам приходится, когда эти требования приходят к нам и когда мы начинаем с ними работать. Вначале, безусловно, нам было очень сложно, потому что, ну, некоторые требования по информационной безопасности, они как бы в лоб не решались, да, там есть требования по парольной защите, которая может быть не реализована по конкретной системе контроля управления доступа и видеонаблюдения. Ну, там и какие-то другие проблематики. Ну, в конечном итоге мы смогли сформировать некий подход с нашими подразделениями по информационной безопасности, который заключается, в принципе, в двух главных принципах. Первый принцип, что мы постоянно работаем, постараемся работать с производителями систем для того, чтобы им транслировать вот ключевые требования, которые мы считаем, что должны быть включены в автоматическую, автоматизированную систему. Все там, что связано с парольной защитой, все, что связано с аудитом событий и так далее. Все это мы пытаемся привести в соответствии с нашими требованиями, ну, насколько это возможно. Ну, и второй подход, который на самом деле, ну, им заупотреблять нам, ну, то есть я считаю, что им нельзя заупотреблять, но который помогает нам закрыть любые проблемы, это, конечно же, административные меры. Когда мы прописываем в руководстве администратора о том, что он должен следить за тем, чтобы пароли не были простыми, мы формально закрываем требования по информационной безопасности, ну, как бы, а фактически мы все-таки хоть какую-то там защиту с точки зрения стойкости обеспечим. Если перейти ко второй части вопроса относительно привилегированных пользователей, ну, то здесь я лично придерживаюсь, так скажем, канонического подхода, который заключается в том, что нужно разделять полномочия между администратором, задача которого выполнить ту или иную функцию, и неким таким специалистом по безопасности, задача которого проконтролировать, чтобы администратор не выполнил ничего лишнего, но при этом этот специалист по безопасности не может внести никаких изменений в систему. Таким образом, даже если, ну, вот администратор системы затер видеоархив, во-первых, система должна быть обеспечена резервной копией, и это требование по информационной безопасности, а во-вторых, специалист по безопасности увидит в журнале событий о том, что именно этот администратор, имея от его учетной записи, были проведены, произведены эти действия. Ну, а дальше предпринимаются какие-либо разбирательства. Не всегда, как показывает практика, не всегда администраторы злонаменино затирают архивы. Очень часто это бывает и в каком-то там случайном режиме. Поэтому вот такой подход. Спасибо. Я вот тут в контексте автоматизации еще добавил, что, ну, наверное, любая современная система, те же, если мы там говорили по теме PSIM, она имеет возможности настройки политик безопасности. То есть, если мы говорим там про сложные пароли, про своевременную смену, то, наверное, это нужно вешать не столько на администратора, сколько на параметры системы. То есть, система должна потребовать, там, не знаю, раз в квартал, потом менять пароль, она должна проверить, чтобы этот пароль был достаточно сложный и так далее. Если мы говорим про каких-то, о каких-то действиях администратора, которые можно расценивать там как небезопасные, то, опять же, они должны, естественно, протоколироваться. И если это такие значимые действия, то по ним, опять же, должен формироваться, например, автор. Да, безусловно. Я как бы с Олегом здесь согласен, но нужно понимать, что, ну, возможно, что сейчас уже ситуация изменилась, но, например, там, полтора года назад мы сталкивались с тем, что мы, у нас задача модернизировать систему видеонаблюдения, модернизировать интегрированную систему сбора и обработки информации, и она не удовлетворяет требованиям, например, по парольной зачистке. То там нету функционала предупреждения, там, проверки по черным спискам. Нету функционала то, что пароль должен меняться каждые 45 дней. И мы, безусловно, как я уже говорил, решали эту задачу двумя способами. Мы транслировали подрядчику, производителю, говорит, что вот у нас есть такие требования. Убедительная просьба, когда вы будете выпускать следующий релиз, учтите там эти наши запросы. А сейчас мы в своем проекте это реализуем административными мерами, вешая это на администрацию. То есть это некий костыль, как я уже сказал, что им злоупотреблять в корне нельзя, но он помогает решить проблему, когда стоит задача, что модернизация – это спасение имуществ. Ну и плюс в такой ситуации надо донести до вендора, что для нас этот параметр является значимым, и эти доработки. И при каких-то конкурсных мероприятиях, естественно, наличие этого функционала будет идти в зачет системе. Безусловно. Я думаю, здесь все согласны. Спасибо. На самом деле, я вот точно приветствую содержание этого разговора, потому что информационная безопасность тем любопытная, но такая она долгое время была отдельной. Так, и сейчас там активно обсуждаются такие подходы, как secure by design, то есть безопасная архитектура, да, сразу построена доверенных элементов, чтобы не городить, так сказать, дополнительные какие-то наложенные средства защиты, как говорят специалисты информационной безопасности. Это очень сложный путь, опять же, по причинам историческим, да, присутствия в нашем рынке многих систем зарубежных вендоров, но это путь, доступный российским вендорам, российским разработчикам, в том числе, я думаю, это путь Integra S, предлагать систему безопасную изначально, да, и по архитектуре, и по проверкам, и по поведенческому контролю, а я так понимаю, именно поведенческий контроль, это то, что сейчас Владимир Андреевич развивает по требованию заказчиков. Поэтому, Владимир Андреевич, пожалуйста, как требования информационной безопасности здесь учитываются, и кто сейчас привилегированный пользователь в сим-системах, и как с ним управляться, пожалуйста. Мы абсолютно правильно сказали, что архитектуру программы должна быть подключена, чтобы она была защищена. Потом она должна быть на операционной системе, соответственно, с официей, допустим, на Астралюническом системе, вот, она тоже создаёт плотинник определенных препятствий. Мы этим вопросом, что и учтены, у нас ещё раз верим, мы на Астралюническом уже в 2013 году, но сейчас и на Астралюническом, и седьмой версии, и так далее. Второй вопрос, мы этим плотно занимаемся. Следующий вопрос, вся информация между объектами должна передаваться только по шезловому каналу, вот, и в пределах, в зависимости от сложности, может быть, между зданием, может быть, между камерами передаваться, но это уже зависит от необходимости, так сказать, экономической этой обоснованности. Второй вопрос, и я всё время проповедую, что должна быть у каждого работника электронная подпись, ну и, соответственно, лицо своё собственное, понимаете? Дело в том, что электронная подпись, вот мы изначально, как бы, настроить создание единостейного государства. Смысл какой? Вот вы работник ФСБ, вы ходите на вокзал, у вас есть шифровный канал, вы там авторизованы, а вот, вы можете посмотреть видеокамеры, архив посмотреть, камеры попутить, но вы не можете взять и пожарную сигнализацию, там, и водоснабжение и так далее, потому что это не ваша крикатива. Но вот здесь как раз, для чего это можно использовать? Первое, это право доступа к объекту через электронный канал, а второе, это электронный подпись, который определяет права на объекте, что вы можете, какой архив посмотреть, где вы что можете сделать, а что не можете сделать. И если вы что-то сделали, обязательно остается след, кто это делает, вот, и так далее. Поэтому этому вопросу не зря Крюксимоз пока признан самым кибербезопасным объектом в Минтрансе, в ваших случаях. Ну и другие мы объекты делаем. Поэтому, что кибербезопасность, она должна быть изначально, в построении программных средств, но и в архитектуре, и главное то, что и в Минтрансе. И администрировано. Поэтому нужно все эти вопросы учитывать. Но применение электронной подписи, я считаю, зачем придумывать какие-то пароли, когда есть электронная подпись. Электронная подпись стоит копейки. Причем электронная подпись, сейчас уже везде, уже в бухгалтерии, все везде в электронной подпись. Так? А вот, вопрос в чем? У вас есть электронная подпись? Да. Если вы выходите с внешнего контура, как я уже сказал, вы выходите по шифрованному каналу, еще электронную подпись. Если вы работаете по внутреннему контуру и не хотите выходить на внешний контуру, то тогда ставится свой сервер, авторизация, который также проверяет ту же электронную подпись. Понимаете? И у человека нет. Ну, еще заодно, чтобы его еще, как сказать, не убрали в электронной подпись, и так далее, у него еще свое лицо. Причем, система распознавания это как лица, это у нас, это живое. У нас все это есть. Поэтому, даже температуру тела, даже если труп поставить, понимаете, система предлитка живого. Или живого. Понимаете? Спасибо. Так, а вот кто привилегированные пользователи в ПСИМ и каков инструментарий управления ими? Это определяется права, определяется, если он руководитель организации, допущен к таким вещам, соответственно, он имеет туда право доступа. Но, если он в этом деле не понимает, допустим, управление водой, там, какой-нибудь, видо рудак не сделано, тоже туда должен не лезть. Это не его свердеть. Поэтому, определяется, это права, определены права и зафиксировать все это дело. Поэтому эти задачи нужно решать иначе. Мы этим занимаемся, потому что мы работаем с Министерством обороны, и другим ответственностью. Так, ясно. Спасибо большое. Если какие-то дополнения, если возникли, то сейчас я смотрю на время, нам пора наш разговор завершать. Так, и я хотел бы, я хотел бы предложить вам краткие итоги, и, в частности, к каждому кратце подвести итоги, в частности, ну, на ваш выбор. Либо рекомендации нашим участникам, либо сигналы нашим поставщикам, либо и то, и другое, для того, чтобы действительно упрощать миграцию на отечественную систему, которая представляет из себя, я согласен здесь абсолютно, с Федором Назаровым, и Олегом Грушным, представляет из себя, в общем-то, каждодневную деятельность. Так, вот, чтобы эти процессы прошли лучше, чем могли бы быть полезны, да, что бы вы хотели изменить в головах наших российских вендоров, так, которые сейчас между собой конкурируют, и, я уверен, нас сейчас внимательно слушают, и какие советы вы могли бы дать нашим участникам. В завершение, буквально по полминутки, прошу вас, кто хотел бы первым? Олег Грушин, может быть, вы, пожалуйста. Мне кажется, я по этой части уже, наверное, много сказал, ну, могу только посоветовать коллегам смотреть на то, что сейчас происходит на рынке, потому что сейчас, ну, наверное, у нас эти системы тоже выходят на определенный уровень. Есть игроки, которые на рынке давно, есть известные компании, которые сейчас подходят к тому, чтобы создать именно свою PSIM-систему, там, расширяющий функционал системы, которые они до сих пор предлагали. И, ну, наблюдайте за рынком, я думаю, что в течение этого, следующего года будет много интересных решений. Можно только порекомендовать максимально использовать свою возможность и смотреть, как они работают, либо звать людей к себе, вот, и смотреть на рядный канал, не упустите момент. Да, спасибо. Я здесь хочу, кстати, напомнить, что в PSIM-системе в фокусе внимания находится и форума технологий безопасности, и форума All-Europi, которая будет в ноябре, где обычно есть и конференции по PSIM-системам, поэтому, уважаемые участники, имейте в виду, пожалуйста, и ждем, конечно, тех, кто разрабатывает новые системы, расширяет свои, добавляя функциональность PSIM. Федор, прошу вас. Да, спасибо большое. Ну, я хотел бы, во-первых, немножечко расширить тезис Олега, не только смотреть на рынок, но и вести с ним диалог, причем диалог вести, ну, грубо говоря, один на один, да, не стесняться обращаться к вендорам и озвучивать им те потребности, которые существуют у заказчиков, потому что это решит очень много вопросов в дальнейшем. Это что касается, так сказать, технической составляющей систем безопасности. Что касается методологической системы безопасности, и это уже мое обращение непосредственно к заказчикам, к потребителям в большей степени. нежели чем к непосредственно вендорам. Это все-таки пытайтесь каким-то образом формализовать те процессы безопасности, которые у вас есть. Не с точки зрения даже какой-то той автоматизации, о которой я говорил, а хотя бы с той точки зрения, чтобы описать ее понятным и, так скажем, последовательным языком, потому что зачастую потом, когда вы будете пытаться все это дело сделать автоматизированным или автоматическим, вы потратите гораздо меньше времени, потому что у вас уже будет четкое описание последовательных действий, ситуаций, и вы сэкономите свое собственное время для того, чтобы любую систему в дальнейшем развивать, внедрять и делать эффективной. Спасибо. Спасибо, Федор. Владимир Андреевич, Куделькина, прежде всего. Федор правильно сказал, что нужно работать с серьезными вентерами и главное их, правильно это наталкивает на то, чтобы они не делали то, что требует заказчика, потому что вендор он сам все не придумывает в лаборатории и вообще никогда ничего не создавшит. Поэтому нужно не бояться ставить системный объект, но самое что интересно, чтобы эти системы можно было развивать и их нужно развивать под задачи заказчика. Поэтому это оболюдная так сказать возможность это вендор разрабатывать что-то а заказчик что-то просит. И в этом направлении нужно работать. И это позволит создать условные системы и их надо обучать. Понимаете? Вы выражаете вендор радио ребенка, а заказчик вместе с вендором должен сделать металлург или химик или еще кто-то или безопасник. Поэтому это совместный труд кропотливый, нужный и так далее. Ну и соответственно нужно двигаться в этом направлении. и еще нужно интегрироваться, объединять усилия. Нельзя одной фирме создать единую систему государства. Это должно быть пол каких-то фирм, которые друг другу помогают и совершают какие-то вопросы. Все за всех не делать. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, все высказались. Я хотел бы несколько слов здесь добавить. Прежде всего с благодарностью к участникам дискуссии, к выступающим сегодня. Компактное, но такое в очень естественном режиме и достаточно глубокое мероприятие у нас получилось. Есть у меня предложение, может быть и к Федору, и к Олегу Грушину, и к Владимиру Андреевичу Куделькину, к поставщикам всем систем. А что если мы попросим вас дать требования, ну просто список требований актуальных к всем системам, разных требований, да, и затем соберемся как раз поговорить об этих требованиях поставщиками систем, сделав именно то самое, о чем говорил сейчас Владимир Андреевич, то есть обратив внимание поставщиков, вендоров на важные Федор для вас, для вашей организации, Олег, для вашей организации, для других, тех, кто нас сейчас слушает, обратить внимание на важные для вас требования, то есть прям по списку требований построить разговор. Вот такое предложение, как вы думаете? Интересно? Отлично. Тогда собственно и будем реализовывать это. Что касается контекста и контента, сегодня у меня есть также пожелание к поставщикам систем, сделайте, мне кажется, если вы будете структурно, немножко более структурно подавать информацию о своих системах, системах верхнего уровня, то есть с кем вы интегрированы, какое промежуточное оборудование вы используете, так, как вы управляете привилегиям, доступом, как вы можете регулировать нагрузку на каналы связи, вот сегодня были вопросы, да, будет, конечно, проще, проще воспринимать вашу информацию, проще понимать ценность ваших систем, что самое главное, потому что у нас хорошие разработчики систем, которые, на мой взгляд, даже слишком культурно конкурируют друг с другом, то есть в нашей программе то один появляется, то другой, то один, то другой, а так, чтобы пятеро сразу, трудно вспомнить, так, хочется вас призвать, давайте как-нибудь и вместе соберемся, руководящим составом поставщиков систем, так, и я думаю, это будет полезно для рынка, полезно для сообщества, и очень оценено российскими заказчиками. Вот то, что хотел сказать в завершении, спасибо большое нашим участникам за высокую активность сегодня, и, конечно, участникам дискуссии, вам, Федор, вам, Олег, вам, Владимир. Действительно, сожалею, что у Юрия Гончарова сегодня так сложилось, что не получилось к нам присоединиться, но я надеюсь, что опыт и опыт НЛМК мы сумеем обсудить в другое время, в будущем, и, надеюсь, уже в недалеком будущем. Ближайшие тематики 12 сентября мы говорим о цифровых двойниках, от моделек промышленной эксплуатации, 13-го, цифровые технологии решений на основе систем машинного зрения как альтернативы зарубежным разработчикам, тяжелая тема, кстати говоря, оказалась, потому что многие российские компании, специализирующиеся на машинном зрении, были очень очень сильно завязаны на зарубежных поставщиков, и у них потребовалось много усилий времени, поэтому интересное будет событие. 14 сентября импортозамещение системы безопасности, 15-го, цифровые технологии для ритейла и коммерс, 19-го, управление инфраструктурой аэропортов на современном этапе, управление импортозамещением 20-го, российские платформы эффективных корпоративных коммуникаций, на этот немножко контекст небезопасности, но очень близкий, потому что, конечно, эти самые корпоративные коммуникации проникают во все процессы, и 21-го сентября выбираем новые современные технологии определения и подавления БПЛА, у нас серия потрясающих по составу и по уровню экспертизы мероприятий в этой сфере, и мы хотим еще выше уровень, так, я рассчитываю, что 21-го сентября так и получится. На этом сегодня все, спасибо большое и до новых встреч, до свидания. Спасибо.